Сегодня на сборке еще два велосипеда, два стерна на 27-й раме и обе заниженных женских рамы. Вся та же самая история. Полная сборка, скрытая проводка тросиков. Немножко кривой руль, немножко кривая... Здесь даже еще не перевернули в магазине. Немножко кривой руль, немножко кривой вынос, немножко кривые ротора. То есть вся та же самая история. Перенеселнутые колеса. Вся ночь впереди. Будем собирать, настраивать. В принципе, я уже все рассказывал, как это происходит. Интересно, вот здесь усиление для женской рамы сделано. Слишком длинный отсидельный штырь наварили. А так, качество неплохое. В принципе, классные велики. Очень дешевые. Не помню, точно, по-моему, 11700. Каждый получается с моей скидкой. Но вот есть небольшая проблема с выносом с рулем. И с прочностью роторов. Немножко гнутся они. Но со временем можно поменять. Добрался до заднего колеса. Обратите внимание, сколько смазки снаружи барабана. Там все жидкое, жидкое, жидкое. Это надо все, конечно, вытереть. Иначе здесь будет грязище очень много. Сам барабан я уже протер снаружи. А вот именно эта внутренняя часть. Видите, там сколько прозрачной смазки. Это все здесь не нужно снаружи. Все это должно быть внутри. Самая частая проблема, это то, что со стороны барабана вот эта гайка не законтрагаяна. И, соответственно, со временем она начинает разбалтываться. Чтобы до нее добраться, надо вот с этой стороны вообще много-много открутить. Сюда ее продвинуть и нормально законтрагаять. Видите, шайбочка еще кривая, но это не важно. После этого обратно ее убрать и законтрагаять со стороны колеса. Если этого не сделать, то она очень быстро разбалтывается. И потом втулка убивается очень быстро. По поводу количества смазки из завода. Как вы видите, смазки там вполне себе достаточно. Но эта смазка подразумевает, что хотя бы в конце первого сезона, перед началом следующего, вы все-таки, наверное, переберете втулки, почистите их от грязи, потому что это ваш, скажем так, первый велосипед, раз вы его купили, и замените всю эту смазку, добавьте чуть-чуть побольше, и уже на следующей порции смазки проведете 2-3 года, если не будете, конечно, в грязь залезать. То есть смазки добавлять не нужно, этой смазки достаточно, но хватит ее на 1-2 сезона. После этого надо либо заменить ее, либо вообще полностью все втулки перебирать. Стоит добавить, что этот велосипед купили в интернет-магазине и собирали сами. А задний не прикручен, родор, потому что он чиркал, его открутили, подножка была не затянута, этот винтик не затянут, не прикручен, педали вообще не закручены. Смотрите, сколько там еще резьбы осталось. Смазки, посмотрите, сколько здесь еще много внутри. Вот эта вот сейчас маска, она вся будет пылиться, это все надо вытирать. То есть лучше отдать мастерскую, чтобы собрали, чем дома собирать, и велосипед потом сломается. Как обычно, площадка, передний тормоз не отторцован, она такая полукруглая, неровная. При затягивании тормоз съезжает. У нас есть напильник, самый лучший инструмент. Сейчас подшлифуем и сами тормоза, и посадочные места. Смотрите, насколько было крило. Сверху я отторцевал. Насколько крило снизу. И посадочные площадки на калипеле. Сейчас все нормально отрегулируется. Реодник тормоз удалось настроить, только отторцевав, и саму поверхность на вилке, и саму поверхность на адаптере, и вставив там стенные шайбы толщиной, наверное, около миллиметра, может быть даже больше, чтобы отодвинуть саму тормозную машинку от вилки, потому что чиркала она в диск. Теперь вот зазорчики. Я выставил минимальный, ровно с обоих сторон. Теперь ничего не чиркает. Вход ручки минимальный. Зазоры есть. Крутится отлично. Настроили все тормоза, настроили все колеса, отрегулировали рулевую, поставили руль более-менее ровно. Теперь приступаем к замене вот так вот проведенных рубашек. То есть нам их надо местами поменять, их надо нам в раму пропихнуть, наоборот. Сейчас вот я перевернусь в свет, и займусь как раз этим делом. Время пол первого ночи. Наконец-то я закончил с этим велосипедом. Такое чувство, что вот эта цепочка КМС, она идет 7-8 скоростей, здесь написано. Фокусируюсь. Вот здесь 7-8. Она очень толстая. И похоже, центральная звездочка немножко кривая, потому что на этой передаче должно быть нормально. Но она периодически слышно. Чиркает в рамку. Хотя рамка выставлена ровно. Но все остальное сделано хорошо. В принципе, на той скорости я не буду кататься. Такое чувство, что вот эта вся система настроена, чтобы и средняя, и большая звезды, а здесь были большая часть маленьких. А, ну все готово. Можно забирать велосипед. Собрался второй велосипед. В целом, тоже очень неплохая модель. Переключатели настроились вообще без проблем. Тормоза настроились вообще без проблем. С вилкой в этот раз заморочек не было. Вынос чуть-чуть кривой, так же, как и руль. Но предыдущий велосипед только что клиент забирал. Я ему показываю. Говорит, смотри, чуть-чуть кривой. Он говорит, я ничего не вижу, мне все устраивает. То есть, в целом, для обычного человека отклонение на 1 градус на руле вообще незаметно. Все собралось, все замечательно, все работает. Поставил вот бутылкодержатель. 100 рублей у меня такой стоит. В спортмастере 200, соответственно. Защиту для заднего переключателя тоже поставил. Сейчас приедет клиент, крылья подберем. Какие-нибудь простенькие. В целом, прикольные велосипеды, недорогие. Там, меньше 15 тысяч они получаются с моей скидкой. Легкие, алюминиевая рама, дисковые тормоза, неплохие переключатели. На пару-тройку лет кататься вообще самый оптимальный вариант по деньгам. Дешевле, мне кажется, просто ничего не найти.